Всем привет! Сегодня будем готовить вино из чернослива. Ну, можно из слив, принципиальной разницы в этом нет. Различают три варианта приготовления. Это сброженный сок, вино и наливки. Готовлю такое вино уже я давно. Оно себя, конечно, оправдывает. Время приготовления не очень занимает. Ну и так, начнем по порядку. Сейчас покажу, как и что делать. Сливу, объем небольшой, буду резать сразу вот так вот, прям в банку. Они вот уже некоторые перезревшие даже. Но мягкие и не хуже, больше сахара в них меньше будет класть. Ягоды не моем. Вообще никакие ягоды мыть нельзя, не рекомендуется. На поверхности ягод содержатся собственные грибки дрожжевые. Уж какие что, не будем даваться в химические там процессы. Ну, как учили, как я читал, еще без интернета, делаю давно, еще интернета не было. Это все с ягод. Вот таким макаром косточки обязательно удаляем. Вот так все выбираем. Чтоб не отнимать ваше время, вот я уже вычистил в банку все. Здесь почти 2 килограмма. На 2 килограмма я сейчас положу, ну, почти здесь 2. 500 грамм сахара. Здесь у меня грамм 600 я вешал. Ух ты, насыпал. Кипяток, так как дома, кладу кипяток, заливаю. Если б на даче, лучше родниковую воду, конечно, или колодечную. Стакан грамм 200-250. Если по килограммам песка, сброженный сок, если на килограмм, 150-200 грамм. На вино 200-300, 250-300 грамм. Все зависит, конечно, от ягод. На наливку больше. Чем больше сахара, 400 грамм где-нибудь примерно, плюс-минус. Какие ягоды? Чем слаще делают ягоды, чем меньше песка, конечно. Так, добавляю еще, чтобы лучше начало бродить, горсточку изюма. Все можно перемешать. Лучше перемешать, конечно. Емкость, конечно, чем больше, лучше берите больше емкость. Так как вот потом водяной затвор поставлю. Вся вот эта... Будет подниматься. Может подбить сюда под крышку. Так, ставим водяной затвор. Я ставлю сразу. Крышка чем плотнее, тем лучше. Трубка мягенькая. Здесь высверлено в крышке отверстие. Очень плотно. Вот в таком виде. Я ставлю сразу. Некоторые ставят там еще 2-3 дня, чтобы она ходила. Так, и теперь ставим или в темное место. Или просто черным можно пакетом. Но при таком объеме, говорю, надо будет поглядывать. Вот это будет все подниматься. Может подбить под крышку. Здесь или вырвать, или все. Лучше больше сразу объем банку брать. Это так для образца. Постепенно ставим температуру 25-90 градусов, 27 в помещении. В темное место, вот я говорю, или в пакет. Заворачиваем пакетом. Как начнет соображение, пойдут пузыри в банке. Потом жмых будет подниматься, появляется сок. Сок, может немножко осадка, но вначале не очень будет много. Все зависит от температуры. Сколько будет ходить. Неделю, может быть, 3. Сок потом или же через трубку вставляем аккуратно. Вот тогда сока сбоку отсасываем и потихонечку сок вжимаем. Или чтобы больше получилось, все это сразу же выливаем через друшлаг. Чемарную кладем или какую-нибудь сетку. Выживаем весь сок. Оставшийся жмых опять сюда же в банку. Здесь уже добавляем опять стакан воды 200-250 грамм. На такой объем, если на 2 литра, на 2 килограмма. В этот жмых чуть больше песка уже сюда пойдет потом, чем первоначально. И опять ставим на дображивание. Тот же сок, который в другую банку перелили, тоже под водяной затвор. И такой же вариант. В темное, теплое место. И это то же самое. Опять же закрываем. Еще дображивается. Опять появляется сок. Здесь уже аккуратно сливаем или трубкой, или чтобы если больше было, опять выжимаете в ту же емкость, в которую был первый сок. Выливаете и ставите на дображивание. Опять под водяным затвором уже все вместе. Будет постепенно немножко осветляться. В нижней части будет осадок. Здесь будет все чище. Вот такой вариант приготовления вина. Если на долгое хранение, можно закрепить. Потом, когда выбродит все, это брожение, опять же, при каких условиях. Может 2, может и больше, и 3 месяца. Ну, к Новому году уже можно попробовать будет вино. А если на долгое хранение, можно закрепить. Потом вот это все кончится брожение. Закрепить спиртом или водкой. Добавьте грамм 100. И оно, брожение, потом вообще прекратится. А если еще перед этим, можно осветлить. Ставится в погреб. Прохладное уже место. И он постепенно, если долго, он осветляется. А еще получается осадок. Потом аккуратно вообще с осадка. Но это уже долгий процесс, конечно. Там и до полгода можно. Потом переливать, если в бутылки. Бутылки только наливайте плотно по самый верх. Потом уже. Ну и будет вам счастье. Приятного времяпровождения. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok